сегодня мы с вами приготовим утиную грудку вот у меня две грудки каждая из них в среднем по 370 380 грамм мы с вами их сегодня приготовим супер сочно дело в том что утиную грудку можно готовить до температуры 60 65 градусов то есть при этой температуре она готова а что это значит это значит что мы можем приготовить свою утку медиум то есть она будет сочная розовая практически как стейк идеально ну что давайте начнем сейчас я и отложу в сторонку и мы начнем с вами готовить гарнир и соус для гарнира мы с вами сделаем вот такой красный лучок посмотрите как я почистил лук я оставил его попочку для того чтобы когда его сейчас буду резать на сегменты чтобы он не рассыпался приблизительно таким вот образом черный перчик оливковое масло винный красный уксус буквально столовая ложечка розовое вино столовую ложку коричневого сахара закрываем крышечку снижаем температуру и тушим наш лучок чтобы он стал мягким как только он станет мягким мы увеличим температуру и его подгрелую но посмотрите какая красота лучок наш под карамелизовался стал мягкий но мы его не будем доводить с вами до супер готовности овощи ни в коем случае нельзя переваривать пережаривать они должны быть альданты то есть они должны быть хрустящие так чтобы все соки и витамины сохранились я выключаю достаточно давайте приготовим наш соус соус будет очень оригинальный и интересный смотрите первым делом мы должны сами сделать карамель 2 столовых ложки сахара это обычно белый сахар и я немножко добавил тростникового 2 столовых ложки и 4 столовых ложки воды делаем с вами карамель огонь не должен быть слишком сильным для того чтобы наш сахар не подгорел мной слабым то есть я выставляю свою плиту где-то на троечку почему я налил столько воды получается у нас с вами один к двум нам нужно чтобы на кристаллы сахара полностью растворились и наша карамель получилась равномерная красивым цветом и ароматом ни в коем случае не нужно лезть туда никакими ложками не нужно вот просто встряхивайте и этого достаточно цвет карамели должен быть такое знаете светло-коричневый старайтесь сахар не сжечь иначе он даст сильную горечь и мы с вами испортим соус теперь я наливаю стакан 200 миллилитров розового вина почему розовое вино потому что у розового вина более такой интересный аромат более фруктовый но если у вас нет розового вина используйте красное вот такие пошли уже были лидочки сейчас вода полностью испарится и у нас с вами получится замечательная карамель мне понадобится сок половины апельсина учитывая то что мы с вами сегодня готовим утку утка очень хорошо сочетается с кислым и сладким острым специй обязательно нужны специи которые раскроют вкус для этого мы с вами будем использовать для нашего солнца корицу немножко бадьяна и несколько бутончиков гвоздей но вот карамель уже начинает пахнуть тем самым ароматом кого знаете как вот петушки выпускали в советском союзе леденцы вот нечет подобный аромат вот еще буквально несколько секунд и достаточно вот 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 еще чуть-чуть все вырываем вино сок половины апельсина к буквально половинку возьмите корицы два сегмента бадьяна и достаточно вот четырех бутончиков гвоздики снижаем температуру и увариваем наш с вами будущий соус пока сейчас не солим потому что когда мы с вами соус уварим до нужной скажем так кондиции вот тогда мы его до солим до перчим и все положим потому что если вы сейчас положите соль и соус уварится то соус может быть пересоленый узнаете что это такое это наш жир надеюсь что вы посмотрели это видео замечательный скажем так ингредиент для создания соуса мы его бросаем сюда здесь в среднем у нас 50 грамм нам также понадобится свежий виноград наша задача сейчас этот соус уварить в половину я добавляю сюда буквально небольшую веточку тимьяна и 1 лавровый лист посмотрите как наш соус кипит вот такие вот бульбинки это говорит о том что он достаточно густой специи нам больше не нужны возьмите ложечку вот такую маленькую шумовочку и все вытаскиваете если что-то и останется это не страшно давайте положим наш виноград ну вот великолепно посмотрите как он тянется лениво то есть это у нас сам получился замечательный базовый соус теперь цедра половины апельсина доводить его будем уже практически самый последний момент перед тем как будем сервировать нашу давайте подготовим наши грудки сейчас наша задача надрезать немножко вот кожицу морская соль у меня здесь микс перцев зеленый красный черный шикарно грудки большие получится невероятно сочными следующий момент грудки мы с вами должны положить на сковородку теплую так чтобы они не запечатались потому что если вы сразу положите на горячую сковороду с кожей вниз то они сразу запечатаются и кожица будет достаточно жестковатая вот на этой стороне где кожица они у нас будут лежать в среднем 4 минуты грудки наши жарятся ведь и очень и очень медленно я буду постепенно поднимать температуру для того чтобы кожица там хорошо поджарилась подготовьте вашу духовку 200 градусов разогреваете при вентиляторе если у вас нету вентилятора то разогревать его до 230 250 градусов подготовьте лист закройте его пергаментной бумагой и сразу ставьте его в духовку лист должен быть горячий ни в коем случае не нужно ложить подготовленную обжаренную грудку на холодный лист то есть мы все испортим она не будет такая сочная и если вы не смотрели наше видео как мы готовим куриную грудку обязательно посмотрите там уже в принципе я достаточно подробно объясняю каким образом мы это все делаем как грудки будут готовы мы сразу их ставим горячую духовку прошло 4 минуты переворачиваем ставьте еще две минуты вот теперь нам нужно его запечатать мы будем с вами еще раз переворачивать учитывая что наши грудки очень большие я еще раз буду переворачивать на кожу в итоге мы будем их обжаривать где-то минут 8 гриловать на сковородке и после этого мы отправим их в духовку две минуты прошло переворачиваем опять на кожу заводите смело еще две минуты я добавляю немножко чеснока вы уже видели как я готовлю куриную грудку это французский стиль он дает очень замечательный аромат нашему мясу буквально две-три веточки розмарина розмарин прекрасно сочетается с уткой с говядиной бараниной маленькую веточку тимьяна то что нужно вот смотрите видите какая красота в этом и нужно было добиться этого цвета если грудка не лежит на сковородке прям берите щипцы и вот таким вот образом ее запечатывайте две минуты прошло переворачиваем опять еще две минуты столовая ложка сливочного масла и таксо этот принцип называется фламбирование то есть когда вы наливаете крепкий алкоголь например коньяк или же виски и поджигаете его вы даете дополнительный вкус в то же время вы выжигаете алкоголь и остается только вкус непосредственно того крепкого напитка который вы добавили его замечательный аромат все наши грудки подготовлены вот я сливаю всю вот эту красоту какая вкусняшка вот сейчас они эти сырые когда мы с вами будем работать над стейками я буду вам рассказывать каким образом жарить различные стейки а их и скажем так толщине как нужно и гриловать каким образом вообще готовить стейки и соусы к ним я вас научу каким образом определять вот эту кондицию когда у нас вами есть так был есть у нас уже медиум-ре-медиум-медиум-вэл-вэл-дон ну и тому подобное при какой температуре и как это должно выглядеть если бы это был достойный это нам сейчас достаточно буквально 6 минут для того чтобы его довести до температуры 60 градусов 65 если вы не любите кровавое то доводите до 65 не надо доводить его до 70 то есть куриная грудка при 70 градусах уже готова и очень сочная но у нас с вами мясо которое допустимо кушать так чтобы она была розовенькая поэтому не нужно его портить приготовьте его вот medium-медиум-вэл и это будет идеально вот смотрите на сковородочке мы с вами жарили наши грудки добавляем сюда немножечко вина и вот это вот все мы должны с вами скажем так поварить для того чтобы этот сок растворился и вот это вот все что у нас с вами здесь есть мы с вами добавим в наш соус духовка 200 градусов ставим утку не посередине чуть чуть выше для того чтобы гриль хорошо подрумянил нашу грудку ставите таймер на 6 минут обязательно приобретите термометр без термометра будет катастрофа на кухне потому что каким образом вы получите опыт только благодаря ему вот вы достали кусочек мяса стейк или же вот такую грудку как вы определите температуру если вы не знаете как она должна выглядеть какая кондиция вот допустим вы надавили пальцем да вот смотрите вы вставили видите температуру допустим 70 градусов взяли потрогали кусок мяса и вы сразу понимаете о чем идет речь и в будущем уже когда вы приобретете опыт и вы уже почувствуете что 70 градусов вот у нас так вот резистан да как бы отталкивается палец от мяса впоследствии вам уже термометр не понадобится но для начала для бигинеров обязательно таймер и термометр буквально через три минуты у . будет готова мы сейчас с вами должны довести соус и подогреть наш лучок вот мы сейчас с вами довели наш соус до кипения снижаю огонь и бросаю туда вот столовую ложку сливочного масла вмешиваем его за этим делом нужно обязательно следить если вы оставите масло просто в соусе она просто растворится а мы сейчас вы должны вмешать благодаря маслу наш соус получит окончательный вкус шелковистость и прекрасный для внешний вид давайте их подогреем потому что они уже остыли закрываем крышкой заканчиваем соус ну вот посмотрите как он выглядит видите 6 минут прошло сейчас мы достанем с щепотку перца и немножечко соли все достаточно но давайте посмотрим но вот отличный медиум но вот видите 60 градусов 65 градусов грудки так же как и стейку необходимо отдохнуть буквально ну 5-7 минут оставляем ее в сторонку все готово для сервировки соус готов лучок готов давайте нарежем и посмотрим ну вот видите то о чем я вам говорю замечательная прожарка medium well сочная нежная но посмотрите-ка невероятно будем с вами сервировать пришло время попробовать ну давайте посмотрим какая неженка но какая же сочная соус просто невероятно нежная ароматная сочная соус он так дополняет своими специями своей густотой давайте посмотрим как это будет сочетаться с лучком ведь и красивый мягкий в то же время хрустит то что о чем я вам всегда говорю все должно быть слегка недоварен аль денте и венами просто невероятно абсолютно не хуже самого дорогого стейка утка стоит недорого пожалуйста приготовьте себе вот такое блюдо и все будет абсолютно счастливы тем более что говядина как мы знаем в общем то не очень хороша для нашего здоровья а вот у . самый раз и вкусно и красиво и необычно надеюсь что сегодняшнее видео было тоже интересно полезно вы чему-то научились если у вас есть какие-либо комментарии пожелания пожалуйста пишите ну что друзья увидимся в следующий раз пока